Добрый вечер! Подходит к завершению второй форумный день. Его главный итог президент Владимир Путин назвал Архангельск столицей русского севера. В рамках пленарного заседания в Театре драмы дискуссия вышла за пределы арктической темы и охватила все, включая внешнеполитические интересы России. По оценке участников, такой масштабный и тяжеловесный разговор на Архангельской площадке прошел впервые. Мы все должны слушать и слышать друг друга, и только тогда найдем оптимальный вариант решения любых проблем. Таков итоговый посыл президента России Владимира Путина на пленарном заседании, посвященном обсуждению вопросов развития Арктики. Сегодня есть программа по освоению северных территорий, и Россия готова к сотрудничеству со всеми странами. У нас есть 150 проектов по освоению Арктики. Именно на ее развитие сегодня делается ставка. Интерес к теме высок. Это доказал и форум, который собрал в Архангельске 2314 участников. Объединив авторитетных ученых, бизнесменов, политиков, этот форум стал площадкой для серьезного профессионального разговора о настоящем и будущем Арктики. Именно на это мы и рассчитываем. Это форум для поиска арктического партнерства и его форм. Наша цель обеспечить устойчивое развитие Арктики, а это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы, повышение качества жизни коренных народов Севера. Архангельская область станет частью Северного форума. Это неправительственная международная организация, объединившая ради улучшения качества жизни на Севере арктические регионы России и других государств. В Северный форум входит 14 представителей. Все они собрались сегодня на саммите арктических губернаторов. Северный форум учредили в 1991 году по инициативе японской провинции Хоккайдо на международной конференции Ванкориджа, штат Аляска. Сейчас это мощная международная организация, в состав которой в течение месяца войдет и Архангельская область. Представители нашего региона вместе с действующими участниками Северного форума за круглым столом обсуждают планы на будущее. Нам предстоит в конце текущего года провести уже организационную сессию Северного форума. Я уже пользуясь случаем приглашаю участников встречи приехать на эту сессию в Красноярск. Сфера интересов Северного форума, качество жизни человека в Арктике, судьба традиционных промыслов и исторически сложившихся видов экономической деятельности в арктических регионах зависит от крупных международных проектов, таких как Северный морской путь. Мы прежде всего, конечно, подразумеваем, что будет иметь человек от этого проекта. Поэтому, когда речь идет о Северном морском пути, то прежде всего мы сегодня хотели бы, чтобы от этого пути имели в виду не только преимущества страны, которые выходят из Тихоокеанского региона. В списке вопросов к обсуждению транспортная доступность, инвестиционная привлекательность и рабочие места участники Северного форума просто обязаны включиться в работу над развитием арктических зон России. Это то, к чему изначально стремится вся система государственной власти, чтобы услышать всех и не совершить необдуманных каких-либо действий или непросчитанных действий, когда речь идет о работе и жизни в Арктике. Северный форум станет для Архангельской области еще одной площадкой для обмена опытом в вопросах реализации современных проектов по повышению качества жизни человека на Севере. Олеся Кокина, Александр Кузнецов сейчас в регионе. Комментарии участников форума продолжат выпуск. Сам форум, то, что он происходит сегодня в Архангельском регионе, в Архангельске, это большая честь, во-первых, для региона, для нашего. Этот форум на сегодня уже объявлен, что он будет проводиться регулярно каждые два года. Это, я уверен, придаст дополнительный импульс к развитию нашего региона, поскольку мы сможем, и мы можем, и мы уже показываем саму инвестиционную привлекательность и перспективы нашего региона и в освоении Арктического шельфа и Арктического региона. Если говорить об участии Архангельского ЦБК, для нас это тоже огромная честь, что мы нас пригласили принять участие в качестве генеральных партнеров. И мы все-таки планируем, что это опять же будет регулярно. Надеюсь, что та резолюция, которая принята форумом Арктических муниципалитетов, она будет услышана и на региональных уровнях власти, и на федеральном уровне власти, потому что мы самые близкие. После нас к людям больше никто не стоит из уровня власти, поэтому, прежде всего, все удары судьбы, как говорится, воспринимают муниципалитеты, и мне кажется, их надо слышать. То, что муниципалитеты предлагают и просят, это не хотелка власти, это хотелка тех людей, которые приходят на приемы, которые пишут письма, с которыми мы встречаемся в рамках общественных советов. Вот это очень важно, чтобы вот этот глаз, он был услышан наверху, и те решения, которые, это не просто было обсуждение, это предложение решений. Проблема решения. Еще лет 7-8 назад мы говорили о том, что Архангельск ждет мощное развитие конгрессного туризма. И вот форум Арктика территории диалога – это один из тех проектов, проектов конгрессного туризма, который поможет сегодня Архангельску выйти на новый уровень по событийному туризму, по туризму к конгрессному. И новые проекты, это строительство новых гостиниц, место размещения, интересных объектов для туристов и для участников такого форума позволят нам сегодня развивать Архангельск как областной центр. Страна сегодня обеспокоена тем, что вот альтернативы для досрочных завозов нет по стране в целом, для арктических регионов. Это и для Чукотки, и для Магадана, и для Красноярского севера, и для Якутии. Поэтому любые решения, которые снимают нагрузки в этом вопросе, они важны в целом для страны. Поэтому сегодня пытаются искать какие-то другие варианты, в частности, вот замещение, может быть, развитие всем морпути, пути доставки грузов. Но это она не решает, потому что существовала в свое время, в советское время, доставка грузов через Северный морской путь, но они не решали. У нас в Архангельской области нет национальных школ, нет национальных детских садов. Но есть представители малых коренных народов. И поэтому для нас это соглашение наиболее важно, потому что вместе с коллегами мы сможем реализовывать самые лучшие практики по сохранению языка народов, по изучению культуры, традиций. И начинать это будем с дошкольного возраста. И я уверена, что тем самым мы внесем серьезный вклад для того, чтобы сохранить самые добрые традиции, самые добрые начинания и самое главное знание у подрастающего поколения о своем народе. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин после официальной части форума выехал в Малые Карелы, чтобы пообщаться с участниками молодежного форума «Арктика сделана в России». На встрече зампред правительства предложил создать молодежную арктическую лабораторию для участия молодых профессионалов в работе профильной государственной комиссии. Дмитрий Рогозин отметил, чтобы привлечь молодых специалистов в арктические регионы, необходимо решить три основные задачи. Обеспечить их жильем, достойной заработной платой и предоставить возможность для творческого и профессионального развития. Молодежь, собственно говоря, если она свяжет свое будущее с Арктикой, с этой огромной большой перспективой и принесет с собой ту страсть к всему новому, современному, то это как раз и, по сути дела, безальтернативный путь освоения для России и Арктики. То есть мы можем осваивать Арктику не технологиями лишь только, а технологиями и молодыми людьми. Поэтому, ну как, без молодежи здесь просто ничего не получится. Продолжаем отслеживать, что происходит в спортивном блоке форума. В Архангельске сегодня заканчивается первенство России под дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. На соревнования приехали школьники из 16 регионов страны. В каждой команде минимум 9 человек, по одному на свою весовую категорию. Состязание проходит в два дня. Вчера дзюдоисты демонстрировали технику, сегодня боевые качества. Первенство – одна из арктических игр, которая проходит в рамках спортивной программы Международного арктического форума. Во вчерашнем блоке, в демонстрации техники, команда местная, архангельская, заняла первое место. Вот. 8 команд у нас приехало со всей страны, по которой прошли во многих местах отборы. Сегодня в Архангельском городском культурном центре единственный концерт дает известный народный коллектив из Наринмара Хаяр. Начало в 18 часов. Это часть большой культурной программы, организованной для гостей форума и архангелогородцев. Концерты, к слову, проходят на всех культурных площадках города. Это так накануне Ломоносовский дворец принимал ансамбль народной музыки «Зарни-Ёль» – «Золотой ручей» Республиканской филармонии Коми. Гостей форума встречали сударыня Клюква и арктический Мишка. В зале – аншлаг. Зрители на концерт съехали со всего города – с Воровинофактории и Майской горки, с островов Краснофлотский и Бревенник, поселка Селикачиков, станции Жировиха. В официальной части программы на сцену вышел Сергей Емельянов, министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Самый молодой руководитель сферы культуры России Емельянову всего 23 года отметил, что культурное сотрудничество между соседними регионами теперь станет постоянным. И концерт ансамбля «Зарни-Ёль» – «Первая ласточка». На этом все. Полную информационную картину этого четверга покажем в программе «Автограф дня». Смотрите на канале ТВ-центр в 19.20, а затем в повторе на канале «Правда Севера». До встречи.